Привет ребятки! Скажите, а как вы относитесь к энергетикам? Любите? Часто пьёте? А вы знаете, что они очень разные бывают? Какие-то бодрят, а какие-то совсем наоборот. И об этом в нашей истории. Погнали! Это был очередной летний день. Если честно, я даже не знаю какой. Помню, что в июне. Да и вообще, кто их считает? Каникулы же никуда не надо. Ну кроме вечных поручений бати. Значит так, сынок, сегодня у меня очень важный день на работе. Так, судя по интонации отца, сейчас мне что-то нужно будет сделать. Значит, нужно будет сделать... Ну точно. А я вам что говорил? Сейчас дел на полдня накидает, если не на целый. А отдыхать-то мне когда? Гулять, время проводить с друзьями. Ну и на обратном пути тебе нужно ещё будет скачать в магазин. Ну там знаешь, по мелочи купишь продуктов. Вот, я тебе денег там оставил на комоде. А вот, всё запомнил? Ну конечно, бать. Память-то у меня отменная, сам знаешь. Ты, главное, сынок, помнишь, что это очень, реально очень-очень важно. Запоминай. Вот. А я пойду потихонечку домой. Ой, господи, на работу пойду. Батя обулся. Я закрыл за ним дверь. Вернулся за стол. Блин, и о чём он там перед магазином-то говорил? Пипец, я в своей мысли так провалился, что ничего не запомнил. Хотя, может, он всё это время продукты, что купить надо, перечислял. Я дошёл до шкафа, взял деньги. Так, тысяча рублей. Сумма явно не очень большая, чтобы столько времени о продуктах говорить. Хотя, может, он просто много мелочей обговаривал. Недолго думая, я собрался и вышел из дома. Ух, погода кайфовая какая. Тепло, солнечно. Сейчас бы в парк погулять, пойти с другом. Вон, Мишку с собой взять, а не по поручению бати бегать. Думая об этом, я завернул за угол и увидел прямо перед собой странную картину. У стены сидел дядь Игорь и что-то пристально рассматривал, при этом закрывая от тёть Светки. Да ты достал, Игорёк, дай я тоже посмотрю. Нет, я сказал, такие вещи, баба, мне игрушка. Да, Игорёчек, ну интересно же одним глазком. Я сказал, отстань. О, здравствуйте, ребят. А чего это у вас там такое? При виде меня бомж быстро спрятал предмет, который рассматривал. Ничего, всё нормально. Мы тут просто это осидим, это вот это... А ты вообще не мешай, Игорёк, ты человек занятой. Понятно. А давайте как будто этого всего не было. Как будто я к вам только что подошёл. Слышь, ты чё имеешься, пацан? Тебе что это, солнце что-то, сильное голову напекло, а? Да нет, вы не поняли. Вот вам 100 рублей, а вы мне показываете, что там прячете. А, думаешь, мы продажные? 200 рублей. Нет, я отсюда сказал, всё. 300. После последней предложенной суммы бомжи переглянулись. Ну, наконец-то, я победил. Дорого, конечно. А зато секрет узнаю. Всё, всё, пойдём отсюда ещё. Дём, полно, пойдём, пойдём. Не понял. Это что сейчас было? Бомж отказался взять 300 рублей? Я что, сплю? Ай. Нет, вроде не сплю. Странно. Он же мог просто любую чушь мне наплести и забрать деньги. Они так всегда делали. Вот, только вспомнил о нём, и он тут как тут. Да, Миш. Привет, Дэн. Ты там что делаешь? Да что, что, как обычно. Батя запряг за продуктами идти. А сам на работу поехал. Вот в магазин топаю. Топай-ка мне сейчас в парк быстрее и лучше. Я тебе сейчас такую штуку покажу. Совсем обо всём забудешь. Ой, не, Миш, я бы с удовольствием, конечно, но нельзя. Сначала в магазин пойду, а то батя мне устроит райскую жизнь. А он когда сегодня у тебя с работы приходит? Вечером, как обычно вроде, часов в шесть. О, ты до шести уже пять раз всё успеешь купить, Дэн. Давай тогда быстрее приходи, а то тут уже Сашка Петров звонит. Ему лучше расскажу тогда. Блин, вот змея-искуситель. И знает же ещё на что надавить. Сашка Петров вечно везде лезет. В каждой бочке затычка. Так, время 11 часов только. После парка всё куплю тогда. Я развернулся и быстрым шагом пошёл в сторону парка. Уже через 15 минут я был на его входе. Блин, гопники стоят. Что им тут надо-то? Это же не их район. Ещё встали так неудобно. Видимо, чтобы весь входящий трафик людей контролировать. Ну а пока наш герой пытается обойти гопников, я вам снова хочу рассказать о нашем главном проекте. Это Рутуб канал Денис Бубнов. Здесь почти каждый день выходят новые ролики в формате, короче говоря, и от первого лица. Поэтому, если ты хочешь хорошенько посмеяться пять минут, то переходи по ссылочке в описании, подписывайся на канал и смотри море нового контента каждый день. Ну а мы продолжаем. Я попытался аккуратно зайти в парк, обойдя по максимальной траектории гопников. Эх, не вышло. Опа! Какие люди в Голливуде! Ты что здесь делаешь, малой, а? Тебе батя никогда не говорил, что так далеко детям нельзя от дома гулять? Да я в парк просто с другом не долго прогуляться, ребят, и потом сразу домой. В ответ на мою фразу гопники почему-то стали смеяться. Ты слышал? Ненадолго он, ага? Да нам плевать на сколько ты! Сотку за проходку гони! Да нам еще трех таких ловков оформить, и на энергетик хватит! Да тихо ты, нельзя об этом говорить, ну чё? В смысле? Вы на энергетик деньги копите? Так он стоит-то всего около 100 рублей, или вам много надо? Слышь, малой, тебе какая разница? Бабки гони, это уже не твое дело, что нам надо, не надо. Я отдал гопникам сотку, пошел дальше. Сранные они какие-то, деньги на энергетик собирают. Причем явно толстый, о чем-то проговорился. Хм, и чего это за энергетик дорогой такой? Блин, из-за Мишки этого еще 100 рублей лишился. Надо будет с него их взять. Я дошел сначала до сцены, потом до тренажеров, затем до турников. Друга нигде не было. Странно, он что, меня развел что ли? Или его гопники в парк не пустили? Алло, ну ты где есть-то? Я уже полчаса по парку блуждаю, ищу тебя. Да тихо ты, Дэн, не ори. Я здесь в лесу, в конце парка стою. И чего ты там делаешь? В туалет что ли захотел? Очень смешно, Дэн. Иди сюда, здесь поговорим. Вот ненормальный, шепотом там мелят чего-то из леса. Может у него от солнца просто голову напекло, и я зря пришел? Через пару минут я уже заходил в посадку. Там недалеко в кустах я увидел сидящего Мишку. Ты чего здесь делаешь, один неадекватный? У меня из-за твоего парка гопники сотку на входе собрали. И ты отдал? Ну а что мне оставалось делать? Лучше без сотки одной и без синяка под глазом, чем и с тем и с тем. Это очень плохо, Дэн. Значит они еще ближе теперь на один шаг к покупке энергетика. Чего? Ты заболел? Ну-ка дай лоб потрогаю. Да не, Дэн, все нормально. Короче, слушай, у нас в город привезли три, ой вернее четыре банки крутого энергетика. Три из них, знаешь, обычные, а у четвертой, короче, суперспособности появятся от того, кто ее выпьет. Странно, вроде не горячий, а такую пургу мелет. Да нет, я тебе правду говорю, Дэн, короче, я знаю, что это, знаешь, кстати, еще какая фишка есть интересная? Знаешь, где одна из этих баночек находится-то, а? Где же? Вот она, Дэн, смотри, только никому не показывай. Ты издеваешься, что ли? Обычный напиток, что в нем такого? Это необычный напиток, Дэн, еще один такой напиток, значит, у бомжей еще один в магазине, а еще один, я не знаю, у кого. Ну, предположим, хоть это и бред, но все-таки у тебя одна из четырех банок, а это значит 25% шанс, что именно там суперсила. Ну да, так и есть, и что? Я в шоке на тебя, а то, что надо прямо сейчас его выпить и посмотреть, сработает или нет. Страшновато как ты, Дэн, а вдруг это опасно? Недолго думая, я взял банку у Мишки, отвернулся от него, открыл и выпил всю банку. Ух! Ух, бодрящий какой. Ну, что чувствуешь, Дэн? Как ощущения? Так, дай-ка подумать. Как будто залпом выпил 250 грамм энергетика. Ух ты, прикольно, Дэн. Блин, ты что, прикалываешь, что ли, надо мной, а? Чего? Это я прикалываюсь? Ты меня заставил все бросить и прийти сюда к тебе в парк. По пути отдать 100 рублей гопникам и все это для того, чтобы посмотреть на энергетик. В итоге мы сильно поругались с Мишкой и разошлись в разные стороны. Вот я удивляюсь на него. Что не день, то какие-то новые выдумки. Вроде взрослый уже, а до сих пор как ребенок. Пипец, батя, что ему надо? До конца рабочего дня еще полно времени. Может не брать? А, ладно. Да, батя. Алло, сынок, ну ты как там? Все сделаешь, что я тебя просил? А, да, конечно, батя. Все считай. Вот уже из магазина иду. О, ну и отлично. А то мы уже с Виктором Петровичем через полчаса подъедем. Хорошо, что ты с балконом все уже убрал. Капец, через полчаса. Дурья моя голова. Ну почему? Почему я все прослушал? Я тут же быстро побежал по парку в сторону выхода. Лавочки и аллеи мигом проносились мимо меня одна за другой. Ничего себе, какой я быстрый. Я даже и не думал, что так двигаться могу. Но моя радость от скоростного перемещения очень быстро прекратилась. На выходе из парка все так же стояли гопники. Да ну нафиг. Они что, здесь живут, что ли? Опа, а ты куда идешь, мелкий? Ну что вам еще? Лучше две сотки за выход. Ничего себе вы придумали. За вход сотку, а за выход две. А не жирно ли вам будет, господа? Слышь, Толстый, мне кажется, или этот мелкий газует на нас? Да, точно газует. А ну иди сюда. Ну ладно вам, ребят, успокойтесь. Тем более тот самый энергетик вы уже не найдете. Откуда ты знаешь про этот энергетик? В смысле? Как не найдем? Да потому что энергетик этот уже здесь, во мне. Я понесся по улице еще быстрее, чем по парку. Я не просто бежал. Кажется, я летел, едва касаясь земли. Получается, этот заряженный энергетик и правда был особенный и дал мне суперскорость. Круто. Я быстро сдвигал в магазин с невероятной скоростью. Так, что нужно взять? Молоко? Воды? Овощей каких-то? Колбасы? Вроде все. Быстрее домой, быстрее домой. Надо успеть. Прямо на входе у дома меня встретил старый знакомый. Опа, дядь бомж. Ну как там дела с вашим энергетиком? Да-да, я в курсе, что он дает суперскорость. А знаете, откуда я это знаю? Не знаю, как насчет суперскорости, пацан. А вот суперсилу-то он точно дает. Ну что, ребят, вот и подошел к концу наш сегодняшний ролик. Я вам хочу напомнить, что. Ребят, подписывайтесь помимо Рутуба еще на мой Телеграм-канал. Ведь там мы с вами общаемся, играем. Я каждый день вам на все эти вопросы такие отвечаю. Ну то есть, реально там я каждый день присутствую. Поэтому внизу есть ссылочка. Приходите туда и подписывайтесь на Телегу. Это очень важно и это нас, так сказать, объединяет. Всем удачи, ребят, и наши ролики будут теперь выходить на Ютубе гораздо чаще. Всем пока.